На сегодняшний день говорить о том, что у нас все замечательно и хорошо, и волна закончилась, пока очень рано. Почему? Потому что очень сильно изменились коэффициенты передачи вируса. Так как, ну скажем так, наши сограждане, сказать, что они прям соблюдают санитарно-гигиенические нормы, я бы не сказала. Владимир Путин заявил о положительной динамике в борьбе с коронавирусом в России. По его словам, людей умирает все меньше. Когда ждать вторую волну заболеваемости в республике, отвечают башкирские ученые. По-моему, достаточно рано говорить о второй волне. Ситуация достаточно напряженная остается, поэтому обсуждать сейчас вторую волну достаточно сложно. Мы не знаем, как сформируется коллективный иммунитет. Почему? Потому что все учреждения открыты. Особых ограничений, они есть действительно, по учебным заведениям остались, они какие-то остались. Но все предприятия работают, в принципе, да, все люди спокойно ходят. То есть вирус никуда не делся, он распространяется, поэтому сложно сказать, что там будет со второй волной. Два момента. Первый, конечно, это плохо, что люди болеют и достаточно много болеют. И, кроме того, есть данные о том, что где-то 50-60% переносят очень легко или практически бессимптомно. Поэтому количество заболевших в городе, ну и в республике достаточно, уже достаточно большое. И оно продолжает как бы потихоньку еще нарастать и нарастать. И с одной стороны это плохо, но с другой стороны формируется такой буфер перед так называемой второй волной. Ученые утверждают, что вторая волна может наступить осенью этого года. Но жители Башкирии смогут ее пережить благодаря так называемому коллективному иммунитету. Коллективный иммунитет – это когда человек переболел и вирусу не от кого передастся. Считается, что коллективный иммунитет – это когда 70% людей переболело, у них есть уже антитела, и вирус между ними распространяться не может. Но считается, что у ковида этот показатель, возможно, ниже, что достаточно для коллективного иммунитета 25-35%. И формирование вот этого иммунитета, оно занимает, при обычной вирусной инфекции, это где-то 4-5-6 дней. Поэтому есть такая шутка, что если грипп лечить, то это будет неделей, а если не лечить, то 7 дней. И поэтому обычно вот эти антитела, они хорошо справляются с антителами. Но здесь при ковиде ситуация совершенно другая. И, к сожалению, вот кто-то не справляется, люди умирают, или у них какие-то развиваются осложнения. Но так или иначе, эти белки остаются какое-то время в организме. Ученые говорят, что с начала мировой пандемии прошло очень мало времени, и нельзя точно сказать, сколько длится действие иммунитета. По последним данным Минздрава, ковид мутировал, как и любой вирус со временем. Дело в том, что вирус не должен, по идее, убивать хозяина. Ну, а это происходит, ну, по меру где-то 6-7% людей, которые заражены ковидом, они умирают. Он не должен убивать его. Мутация в этом случае – это хорошо. Это хорошо. Он считается, что со временем он становится стабильным и начинает меньше убивать людей. То есть он меньше начинает поражать сердце, легкие, головной мозг и так далее. Он не должен мутировать в сторону увеличения смертности или увеличения агрессивности. Он будет, может быть, чуть больше заражать людей, но в то же время течение болезни будет более легких. Сейчас уфимские ученые подали заявку на получение регионального гранта. Выиграв его, они начнут большое исследование людей, которые переболели коронавирусом. Нужно это для того, чтобы предупредить возможные осложнения. Вот эта коронавирусная инфекция, она рано или поздно пройдет и встанет вопрос о последствиях. Что будет в легких? Будет ли фиброз, развитие соединительной ткани? Будет ли человек задыхаться дальше в какое-то течение времени? Или все пройдет, как вот облако, да? Только что было на солнце, и сейчас оно рассосалось. Что будет с человеком? Будет ли развиваться какие-то аритмии? Будет ли повышенный рейхсмерти, например, через полгода, через год после выздоровления? Дело в том, что мы хотим с отсрочкой в 3-6 месяцев, в 9 месяцев, в 12, то есть с кратностью 3 месяцев провести исследование, обследование тех больных, которые перенесли коронавирусную инфекцию, были госпитализированы. К сожалению, здесь вот такой момент, что у нас нет возможности обследовать тех людей, которые не были госпитализированы. Мы будем тех, кто госпитализированы. Почему? Потому что во время госпитализации можно взять у них анализ крови. Несмотря на введенные правительством послабления, ученые советуют быть осторожнее и соблюдать гигиену. По их словам, коронавирусом чаще заражаются от своих близких, а не от незнакомцев на улице, не соблюдающих социальную дистанцию. Есть такое понятие вирусная нагрузка. Одно дело, вы находитесь в маске, у вас там перчатки на руках, и кто-то сосед у вас там дыхнул на вас, который болеет. Вам чуть-чуть вирус попало. У вас нормальный иммунитет, организм справился. Но если там, например, муж заразился, то жене, конечно, очень тяжело дистанцироваться от этих дел. Здесь контакт гораздо больше, вирусная нагрузка больше.